Дмитрий Медведев – случайная фигура? На мой взгляд, нет. Дмитрий Медведев – это, как бы сказать, не альтер-эго. Это другая сторона Луны – Путина. То есть, это некая компенсаторика. Вот я за три года, в пятом году, предсказал, что кандидатом и президентом будет Медведев. Опять все обсмеяли, московские комсомольцы, опять все наржали. А я посчитал, я понял, что Путину с ним комфортно. Конечно. Он не предаст. Нет, во-первых, он не предаст. Во-вторых, он понимает правила игры. В-третьих, он компенсирует ту образовательную нишу, в которой нет у Путина. И Медведевский эксперимент, я думаю, что для Путина он принес свои минусы, свои плюсы. Путин понял много благодаря этому эксперименту, поэтому вернул в себя власть. Но это Медведевская интермета была очень важна. Я бы не стал сбрасывать Медведева со счетов. Не стал бы на следующей каденции. Когда Медведев стал президентом, многие на Западе думали, ну вот либерал пришел, вот сейчас он немножко отряхнется от путинского бремени. И, наконец, как Хрущев после Сталина, даже Борис Абрамович Березовский говорил мне, вот увидите, скоро это произойдет. Борис Абрамович Березовский был большим фантазером, за что мы его и внимательно слушали. Мы очень любили его фантазии. Возвращаясь к Медведеву, была у него теоретически даже возможность повернуть курс России? Нет, потому что его курс России был консенсусный с Путиным. И вот эта замечательная история по поводу Ливии, бомбежки, она же как бы, ну сейчас она более известна, но тогда журналистам политическим было известно, когда на Совете Безопасности России обсуждался вопрос, как России поступить по резолюции по Ливии. Разошлись мнения? Не просто разошлись мнения, и Путин, премьер-министр, сказал, и это есть в записях рабочих, он сказал, я считаю, что нас обманут, я считаю, что эта резолюция приведет к тому, что Каддафи будет свергнут и начнется там турбулентность. Поэтому я считаю, что мы не должны пропускать, ну, в смысле, мимо себя эту резолюцию. А что Дмитрий Анатольевич Медведев по смыслу, я, естественно, не видел рабочую запись в Совбезе, сказал, что я говорил с Обамой, мне были даны жесткие заверения в том, что этого не будет. На что Путин сказал, Дмитрий Анатольевич, вы президент, это ваше решение. Это было сказано в закрытом заседании в присутствии 12 членов Совбеза Российской Федерации. Мне это подтвердило несколько человек, которые там были. То есть, на самом деле, Путин со вниманием относился к президентскому посту. Более того, на встрече главных редакторов, когда только-только он стал премьер-министром, закрытая встреча, человек 10 главных редакторов, в том числе и я, кто-то решил, значит, сделать Путину приятный и пройтись насчет нового президента Медведева, насчет его каких-то. И Путин сказал, уважайте президентский пост, чтобы я больше от вас никогда не слышал, не надо делать мне приятное. Он все понимает, да? Конечно. И это до конца уважение президентского поста. Для него это была принципиальная история, это все было консенсусно. Михаил Саакашвили говорил мне, что Дмитрий Медведев признался ему при первой же личной встрече, что он очень любит Америку и американцев. Вы не считаете его таким ярким западником Медведева? Да нет, Дмитрий Медведев очень хитрый, очень тонкий, очень... Умный. Хитрый, я сказал. Это и есть умный. Да, да, это и есть умный, да. Смотрите, он удержался, вот, да, премьер-министром в тяжелейших условиях. Нет, конечно, не так. Дмитрий Медведев, конечно, больше внимания уделяет и считает, видимо, что отношения с западом, с западной цивилизацией, не менее важны, чем отношения с Китаем. Путин считает иначе, сейчас определяет Путин, президент Путин. Поэтому, ну, это в рамках одной... Это расхождение в рамках одной команды. Я вас уверяю, это одна команда.